Слышав фразу связи с общественностью, мы думаем об актёрах на красном ковре или об искусном манипулировании общественным мнением. Я представляю вам зелёную фабрику. И хотя некоторые превратили этот предмет в метод убедительной лжи... Если меня изберут, то я, несомненно, расправлюсь с преступностью. По сути, связи с общественностью — это незаменимое средство для любого, кому нужна поддержка окружающих. Я нашёл идеальное здание для общественного центра. Например, у вас есть идеи о том, как улучшить ваш район. Полно места, чтобы играть и не болтаться по улицам. Но вы не получаете одобрения и помощи нужных, чтобы её воплотить. Доброе утро. Я пытаюсь собрать денег на общественный центр в нашем районе. Вы не хотели бы помочь нам с этим проектом? Нет, извините. Или, может, у вас есть похвальная цель, но вам никак не удаётся привлечь других. Правильно. Проходите мимо мусора. Прикиньтесь, что вы не видите. Или, может, вы или ваш бизнес пали жертвой сплетен и дурных слухов. Говорят, пицца здесь ужасная. И вы не знаете, как себя защитить. Что ж, всё это можно уладить, используя связи с общественностью. И этот предмет был доработан. И теперь это ценное средство для любого, у кого есть достойная цель. Например, связи с общественностью или, кратко, пиар, определяются как создание широкой известности хорошим делам. Какой бы стоящей ни была ваша цель, вы, скорее всего, не сможете достичь её в одиночку. Вам понадобится сотрудничество других. Эй, не бросайте эти стаканчики на пляжи, ладно? Но если ваши побуждения не обнародовать так, чтобы они завоевали одобрение... Пожертвуем на мусорные баки для пляжа, ладно? Нет, извините. Никто не поддержит ваших усилий. Что в самом деле? Связи с общественностью обеспечат признание вашим идеям. Возьмём архитектора, который хочет превратить пустующее здание в своём районе в общественный центр, где смогут играть дети. Но чтобы собрать для этого средство, ему надо сперва определить тип его публики. Тип публики – это термин из области пиара, означающий тип аудитории. Например, есть подростки, врачи, игроки в гольф и так далее. У разных типов публики разные интересы, так что вам нужно по-разному доносить до них свои идеи. Архитектор решает, что его публика для сбора средств – это местные предприниматели и родители. Но если он хочет, чтобы они согласились с его идеей, ему надо узнать про них немного больше. Доброе утро! Вы не против, если я задам вам пару вопросов? Конечно! Поэтому он проводит опрос, чтобы узнать их мнение. А чем, к примеру, общественный центр мог бы помочь местному бизнесу? Чтобы провести опрос, вам не нужна команда специалистов. Вы можете запросто сделать это сами. Чем бы вам хотелось заниматься в общественном центре? Есть точная методика проведения опросов и подсчета результатов. И вы этому научитесь. Вместо, где дети могли бы собираться и безопасно играть. Ответы скажут вам, что вашей публике требуется, что она думает и с чем она согласится. После этого вы сможете говорить людям то, на что они, скорее всего, откликнутся. И тогда весь район и весь местный бизнес будут процветать. Безопасное место, где дети смогут играть, вместо того, чтобы попросту болтаться по улицам. И так вы завоюете нужную поддержку своим планам, и ваши усилия смогут увенчаться успехом. А поскольку пиар – это создание широкой известности хорошим делам, Центр открыт! Очень важно обеспечить широкую известность своим хорошим делам и достижениям. Это особенно верно, когда ваша репутация страдает от сплетен и лжи. Говорят, пицца здесь ужасная. Такая критика не только портит вам жизнь, но и угрожает успеху вашей деятельности. Неправильное действие – это сдаться. Используя пиар, можно что-то сделать, чтобы опровергнуть слухи. И донести правду до всех. Спасибо всем за то, что присудили победу моей пиццы! Лучшее в год! Вы узнаете, как это делается. Но восстанавливаете ли вы свою репутацию или создаете ее? Эй, пожертвуйте на мусорные баки для пляжа! Вам надо знать, как правильно общаться с людьми. Если вы неуважительны или грубы, Правильно! Проходите мимо мусора! Прикиньтесь, что... Ваш пиар потерпит полную неудачу, Ведь люди отвергнут не только вас, но и ваши идеи. Пожертвуйте на мусорные баки для пляжа! Не, парень, не могу! Ну что, не хотите чистый пляж? Например, защитник окружающей среды, пытающийся очистить пляж... Пожертвуйте на мусорные баки для пляжа! Ну давайте же! Не получит поддержки, относясь к другим с презрением. Походим, что мусор по всему пляжу? Извините! Ну давайте же! Просто абсурд! Технология связей с общественностью объясняет, что такое хорошие манеры. И показывает их роль в любом пиаре. Я только что основал вход мусорных баков для пляжа, чтобы сохранить пляжи и прекратить их загрязнение. Здорово! И я предлагаю... Также есть точная формула, которой следует успешный разговор. И зная ее, вы сильно повысите способность передавать свои идеи и получать их признание. Всего хорошего! Удачи! Пока! Вы многое узнаете об общении. Моя заслужившая приспица! И о том, как его успешно использовать, чтобы добиться общественного согласия и признания вас и ваших идей. Любой действительно достойной цели стоит достигать. И проще всего добиться этого при поддержке и сотрудничестве других. Связи с общественностью помогут вам в этом. Это способ добиться широкой известности и признания ваших хороших дел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Эксперт-